В Петропавловске горят дома, построенные по программе Нур-Лыжер. Ситуация такая, что мы можем лечь спать и не проснуться. В чем проблема? Случайность это или последствия некачественного строительства? Все версии выслушали наши корреспонденты в регионе. Колледжи Туркестанской области намерены подать в суд на Министерство образования. Мы подали в Генеральную прокуратуру обрешение, чтобы признать его не действительным, а протестовать. Среднеспециальные учреждения, которые переданы в доверительное управление бизнесменам, заявили об ущемлении их прав, что они ждут от Фемиды. А вот с таким предложением сегодня выступил министр экологии. Считаем необходимым сократить посевы риса. Что подталкивает чиновников к таким жестким ограничениям в период экономического кризиса, расскажем в выпуске. Меньше тратить и больше копить. Раньше в кафе ходили по праздникам, сейчас уже такого нет. О новых трендах коронакризиса расскажет Айжан Утевова из Кустаная. Мадина Алмолдина в студии новостей от Амикен Бизнес. В Петропавловске горят дома, построенные по программе Нурлежер. И похоже, что это не череда случайностей. Жильцы говорят, что причина в неправильно установленных печах, которые предназначены лишь для дачных домиков, но никак не жилых домов. Подрядчики уверяют, что работы выполнили на совесть и люди просто не умеют топить современную печь. Все версии выслушали наши корреспонденты в регионе. По задумке властей, новый микрорайон «Солнечный-2» должен был стать уникальным архитектурным и комфортабельным районом Петропавловска. Но все пошло не по плану. Сначала здесь долгое время не могли подвести электричество, а с первыми морозами скрылась и проблема с установленными печами. Дома горят один за другим, а жильцы бьют тревогу. Изначально, когда строился дом, расстояние от трубы до деревянных перекрытий всего спичечный коробок получается. Грубо говоря, 5 сантиметров. То есть вот это расстояние, которое по пожарным стандартам, по строительным стандартам, оно не соблюдалось. То есть там должно быть не меньше 40 сантиметров. И вот эти недоделки, скажем так, они практически в каждом доме. Ситуация такая, что мы можем лечь спать и не проснуться от того, что, во-первых, это легко горючие материалы все, дома из бруса. Подрядные организации же заявили, что все работы выполнили на совесть и считают, что люди сами не умеют топить такую печь. Для жильцов даже устраивали обучающие мастер-классы. Все сделано правильно. Помимо этого, как бы, стоят короба специальные. Может зависеть от того же угля, какой они используют. Тут много факторов может быть. С этими печами еще надо уметь обращаться, они же длительного горения. Всего таких домов 72. Новоселье отпраздновали пока только 59 семей, которым придется еще долгие годы выплачивать ипотеку за некачественное жилье, которое может сгореть в одночасье. А ведь с начала декабря произошло уже два пожара. Пожарники сказали, что неправильно сделана сама наверху труба. Там якобы не соблюдены расстояния вокруг трубы, и что эта труба вообще не предназначена для угольного отопления. Гарантия на дома была три года. Мы здесь заселились в июле, и гарантия заканчивается в октябре. Мы же еще виноваты, что на срок гарантии не заселили. Микрорайоном мечты «Солнечный-2» пока является лишь на бумаге. На деле же с каждым днем появляются новые проблемы, которые жильцы должны теперь решать самостоятельно. Вера Шеллер, телеканал «Атамикен Бизнес». В Павлодарской области задержан подозреваемый в хищении крупной суммы бюджетных средств. По версии следственной группы, при строительстве сельского водопровода два года назад были похищены 1 миллиард 200 миллионов тенге. Пока они уточняются, ни район, ни имя задержанного. Действия подозреваемого квалифицированы как присвоение и растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Совершенная группа лиц. А значит, последуют другие задержания. Виновным будут грозить до 12 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него специализированным следственным судом города Павлодара санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и других лиц, причастных к совершенному правонарушению. В ауле Досанка Залардинской области самодельных и опасных для жизни электростолбов больше нет. Энергетики решили их заменить после обращения жителей к журналистам нашей новостной службы. Специалисты пообещали, что новые стандартные опоры в ближайшее время появятся там, где это необходимо. Напомним, ранее сельчане жаловались на то, что никому из чиновников нет дела до свисающих до земли электропроводов и самовольно установленных деревянных карандашей. Люди обивали пороги и не могли достучаться до властей. И вот сегодня все нужные материалы были изъяты из резерва Тазбагетской районной электростанции и устанавливаются за счет самих электриков. Что же касается качества подачи электричества, вопрос решается на уровне Акимата города. Все столбы – провода от нашей организации. Погода все еще непредсказуемая. И любой ветер способен с корнем вырвать бывшие здесь самодельные деревянные опоры, что очень опасно и для населения, и для живности. Никакие средства на эти работы столбы не выделялись. Все, как говорится, за счет заведения. В Караганде началось строительство еще одного суперсовременного ферросплавного завода и агломерационной фабрики стоимостью в 36 миллиардов тенге. Проект включен в дорожную карту бизнеса 2025. Производственная мощность предприятия составит 57 тысяч тонн ферросплавов и 240 тысяч тонн агломератов в год. Строительство объектов планируют закончить в 12-месячный срок. Главная уникальность завода заключается в том, что он будет экологически чистым. В процессе производства здесь станут применять систему газоочистки, не загрязняющую воздух. И благодаря принципам минимизации образования отходов и их повторного использования, производство окажет минимальное воздействие на окружающую среду. Доля казахстанского содержания в продукции нового завода будет 100%. Вместе с тем хотелось отметить, что выпускаемая продукция будет соответствовать всем требованиям мирового стандарта и будет ориентирована 100% на экспорт. Вместе с тем хотелось отметить, что на время строительства будет создано свыше тысячи рабочих мест и после ввода в эксплуатацию завода и фабрики агломерации здесь будет работать порядка 400 наших соотечественников. Основными потребителями производимой продукции станут США, Европа, Япония, Корея, Турция и страны СНГ. Это позволит не только увеличить экспортный потенциал нашей страны, но и внесет существенный вклад в развитие национальной экономики. Реализация такого масштабного проекта позволит привлечь дополнительные инвестиции и увеличить производительность труда в этой сфере. Процесс производства будет полностью автоматизирован. На заводе планируется 8 печей по 8 мегаватт. Объем продукции ферросплава 57 тысяч тонн в год и фабрика агломерации с объемом 240 тысяч агломератов в год. Это позволит нам использовать тощее сырье, одним словом, отходы. И мы, имея ОФТ-контракты на сегодняшний день по реализации продукции нового завода в европейские страны, в Россию, на американский рынок, на рынок юго-восточных стран, мы уверенно смотрим будущее по реализации данной продукции. 370 единиц военной техники закупило Министерство обороны в уходящем 2020 году. Об этом сегодня, рассказывая о боеготовности казахстанской армии, сообщил глава Минобороны Нурлан Ермикбаев. Вооруженные силы впервые пополнились зенитно-ракетными комплексами БУК. Они предназначены для борьбы с аэродинамическими целями. Также в войска продолжают поступать российские истребители Су-30СМ и вертолеты Ми-35. При этом, по словам Ермикбаева, в оборонном ведомстве планируют ликвидировать имущество, которое уже не используется. Для обновления военной техники и накопления боеприпасов Министерством обороны инициировано производство в стране некоторых новых видов вооружения, включая боеприпасы. Это производство реактивных систем залпового огня, закладка на отечественной верфи многофункционального судна, расширение линейки боеприпасов. В войсках поощряется и развивается инициатива командиров. Ведется научная работа. Военными специалистами разработаны недавно противодронное ружье, беспилотные летательные аппараты. Сократить посевы риса из-за возможного дефицита воды предлагают в Минэкологии. Сделать это нужно в трех областях – Казалардинской, Алматинской и Туркестанской. Все это для экономии водных ресурсов, поступления которых в этом году заметно снизились. Согласно прогнозам Всемирного банка, в ближайшие 20-30 лет дефицит воды в странах Центральной Азии будет нарастать. Последние три года и Казахстан находится в цикле маловодья, говорят в Минэкологии. Фактические ресурсы речного стока в год – около 100 кубических километров. Половина из них – местный сток. Сток остальной поступает из Китая, Центральной Азии и России через трансграничные реки. Четверть воды уходит на нужды населения и отрасли экономики. А на поддержание экологических систем необходимо около 50 кубических километров. Площадь посевов риса в области составляет 10 тысяч гектаров или 2% от общей площади орошения. При этом подача воды на рисовые поля составила 10% от общего водозабора области. В связи с этим считаем необходимым сократить посевы риса. А за счет сэкономленной воды появится возможность орошения 40 тысяч гектаров менее влаголюбивых культур. Для экономии воды Минэкология также предлагает продолжить внедрение водосберегающих технологий полива. Это даст возможность сэкономить в среднем до 30% влаги. А растительные же сети необходимо реконструировать, а магистральные каналы цифровизировать. Ну и не менее важно, что в течение 10 лет в Казахстане построят 39 новых водохранилищ. На все эти нужды в ближайшие 5 лет будет направлено почти 200 миллиардов тенге из республиканского бюджета и международных финансовых организаций. Три года назад для добычи поваренной соли компания Павлодарской области взяла в аренду озеро. К объекту нужно было проложить не только дорогостоящие коммуникации, но и найти инвестора. И предприниматель такого нашел. Бизнесмен из Индии готов вложить в проект 35 миллионов евро. Однако, как выяснилось, пока недропользователь пытался привлечь инвестиции в регион, чиновники в одностороннем порядке расторгли с ним контракт. В чем соль ситуации, расскажет наш корреспондент Май Шуакбев. Озеро Мангазы в районе Теренколь крупный инвестиционный проект по добыче поваренной соли. Предполагалось, что объемы добычи здесь будут достигать 100 тысяч тонн в год. Но к озеру еще надо было проложить дорогу, подвезти электричество и найти зарубежного инвестора. Когда бизнесмен решил часть первоочередных вопросов, оказалось, что чиновники расторгли с ним контракт недропользования в одностороннем порядке еще полгода назад. Мы считаем, что в данном случае вопрос серьезный, и контракт тоже серьезный. И такое отношение несколько прохладное, не скажу, что ущемляет наши права, но не способствует, скажем так, развитию предпринимательства в принципе в Казахстане и в части недропользования в частности. Индийский инвестор готов вложить в проект 35 миллионов евро, но теперь контракт с ним повис в воздухе. Нарушений в части расторжения договора недропользования члены Совета по защите прав предпринимателей не нашли. Чиновники поступили по букве закона. Основанием для расторжения контракта являлось то, что на протяжении ряда лет, это 17-й год, ладно будем искучать, то, что он в конце года закучил, 18-19 год, два года подряд предприятиям не выполнялись никакие обязательства, в том числе не предоставлялся отчет об исполнении этих же обязательств. Как выяснилось, действительно, причиной отмены контракта послужили отсутствие отчетности и некоторых платежей. Так, с недропользователя в судебном порядке были взысканы обязательные социальные инвестиции 2 миллиона 400 тысяч тенге. Как уже сказал представитель госоргана, управление недропользования, есть возможность повторного обращения или же обжалование этого уведомления о расторжении договора через суд. Недропользователь намерен обжаловать решение чиновников и уже подал иск в суд. На днях в Павлодарскую область для знакомства с будущим проектом должен был приехать индийский инвестор, но он пока не знает, как в Казахстане ему насолили. Майя Шагбаева, Кайра Толпыспаев, это Микенбизнес, Павлодарская область. Колледжи Туркестанской области, которые были переданы в доверительное управление бизнесменам, намерены судиться с Министерством образования. Таких в регионе три. Все они могут остаться без денег на покупку оборудования для обучения студентов. Дело в том, что эти колледжи вычеркнули из списка участников программы «Жас Маман». Это значит, что учебные заведения недосчитаются в своем бюджете 1 миллиард 200 миллионов тенге, на которые они должны были купить современные станки и аппараты для обучения. Столярных станков различных и, например, сейчас современные строительные оборудования есть, которые у нас, честно говоря, у нас в данный момент нету, а уже производители есть. То есть ученик должен, то есть студент должен участвовать своими руками, должен уметь работать. А у нас, как получается, бизнесмены приводят за рубежа какое-то оборудование такое современное, а там они всегда говорят, нет у нас такого оборудования. То есть специалистов, они не готовят. Как они готовят, если его не знают ни преподаватель, ни директор? Ситуацию, которая сложилась, обсуждают в Шемкенской палате предпринимателей. Руководители колледжей возмущены таким поведением министерских чиновников. Ведь все колледжи прошли конкурсный отбор на участие в программе «Жас Маман» еще до того, как попали в доверительное управление бизнесменом. Более того, предприниматели получили колледжи не в частную собственность, а в управление без права выкупа и должны их вернуть государству лет через 10 вместе со всей материальной базой. Покупать новые станки для будущих строителей предприниматели по договору не должны. А вот обновить базу на свои средства колледжи не в состоянии. Мы подали в Генеральную прокуратуру обрешение, чтобы признать его недействительным, а протестовать. Сейчас подаем решение региональной комиссии, которую тоже нас, вот эти три колледжи, исключили в суд. То есть отменить это решение. 11 миллионов 918 тысяч казахстанцев включили в списки избирателей на предстоящие парламентские выборы. Как рассказали в Центр-Избиркоме, сейчас идет сверка представленных данных. При этом каждый гражданин имеет право проверить себя в этом перечне и в случае невключения или неправильной персональной информации подать жалобу. Ну а чтобы убедиться, пришел ли голосующий на свой участок, для членов избирательных комиссий будет открыт доступ на портале ЕГОВ к данным о месте регистрации граждан. С 26 декабря за 15 дней до дня голосования списки избирателей по избирательным участкам, образованных по месту жительства, граждан с соответствующими избирательными комиссиями будут представлены избирателям для ознакомления. Гражданам будет обеспечена возможность в помещениях соответствующих избирательных комиссий знакомиться со списками избирателей, а также проверять правильность внесения в них данных об избирателях. Вместе с тем отмечу, что на предстоящие выборы аккредитовано 276 международных наблюдателей, среди которых миссии от СНГ, ОБСЕ, ШОС и представителей 14 иностранных государств. Напомню, парламентские выборы в Казахстане назначены на 10 января следующего года. Кандидаты от аккредитованных партий продолжают встречаться с избирателями и знакомят их со своими агитационными программами. Вот как прошел сегодняшний день. В рамках предвыборной кампании представители Народной партии Казахстана провели встречи с фермерами и аграриями Восточно-Казахстанской области. Депутаты Можилиса от НПК Жамбул Ахмедбеков и Ирина Смирнова обсудили вопросы сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности. Члены партии уверены, у страны имеется большой аграрный потенциал. Он способен перевести отрасль от сырьевой экономики к перерабатывающей. Представители НПК считают, что нынешняя низкая окупаемость инвестиций в сфере сельского хозяйства должна быть заменена государственным участием в развитии отрасли. В нынешнее время пандемия и карантина показала на то, что мы сами должны себя обеспечивать вообще всем, да, и в том числе и в первую очередь это продовольствие. Мы поняли, что вот в такой один момент может все закрыться, все границы, и мы должны будем сами себя кормить. Для этого нужно перестроить взгляд на сельское хозяйство и все-таки добиться того, чтобы сельское хозяйство стало драйвером развития нашей экономики. Предвыборный штаб партии Нур-Отан посетил Казалардинскую область. Кандидаты провели около 15 встреч с представителями сферы образования, здравоохранения, сельскохозяйственной отрасли и с активной молодежью. Представители партии отметили, что в стране будет разработана карта гендерных нужд и потребностей в разрезе регионов, городов и районов. Это улучшит доступ к базовым социальным услугам и различным мерам поддержки. Нур-Отановцы поделились инициативой о привлечении гражданских активистов для решения актуальных задач и вопросов для развития страны. Также кандидаты встретились с предпринимательницами региона. По поручению Ель-Басе, лидера партии Нур-Султана Назарбаева, мы намерены увеличить долю женщин в руководстве, исполнительных, представительных, судебных органов и в квази-государственном секторе до 30%. Планируется создать центры по развитию женского предпринимательства и обеспечить женщин льготными кредитами и грантами. Члены Народно-демократической партии АОЛ встретились с представителями Федерации профсоюзов. Они обсудили вопросы защиты прав отечественных работников, а также ход предвыборной гонки. Во время переговоров кандидаты от партии АОЛ выступили за внедрение социальных пакетов для рабочих, которые предусматривают выплаты на оздоровление, санаторно-курортное лечение и обеспечение летнего отдыха для детей. Но профсоюзы могли бы обеспечить эту связь. Другой пример. Мы прекрасно помним опыт организации летнего отдыха для детей школьного возраста. Какое огромное количество было пионерских лагерей, которые содержали вот такие производственные объединения. Это же ведь в интересах самих работодателей, потому что их работники будут спокойны, когда их дети в летнее время будут в загородных зонах отдыха, в лагерях отдыхать. Они болтаться неизвестно где, на городских улицах. Агитационная группа АКЖОЛА провела встречу с молодыми избирателями и ровесниками самой партии. Лидер АКЖОЛ Азат Перуашев рассказал о предвыборной программе партии и отметил, что она уделяет большое внимание поддержке бизнеса и социальному равенству. Кандидаты инициируют субсидирование ипотеки при рождении детей, доступность спортивных комплексов на селе, бесплатных секций для детей, а также строительство недорогого жилья для работающей молодежи. Также представители партии АКЖОЛ отметили, что Акиматы должны уделить внимание поддержке сельской молодежи. Уезжают хорошо, они в лучших вузах получают лучшее образование, но плохо, что там, когда они раскрываются, показывают свой потенциал, их устраивают и многие потом делают выборы не в пользу Казахстана. То есть вот вопросы преодоления коррупции, вопросы справедливой конкуренции, вопросы наличия перспектив, окон роста, горизонтов роста для нашей молодежи, это, я считаю, очень важная национальная проблема. Продолжают поездки в регионы и члены партии АДАЛ. Они встретились с жителями Восточно-Казахстанской области. Агитационная группа выслушала людей, которые сетовали на коммунальные проблемы и недостаточную государственную поддержку. В свою очередь кандидаты предложили несколько инициатив для улучшения социальной жизни граждан. В частности, речь идет об увеличении мер поддержки и программ для развития бизнеса. Также представители партии предложили разработать механизмы амнистирования проблемных кредитов. Они отметили, что казахстанцы могут вносить и собственные предложения. Для каждого региона свои проблемы, поэтому у нас есть наш сайт, на котором мы проанализировали каждый регион, каждый город, каждый поселок и выделили ключевые проблемы, за которые население может проголосовать, для того, чтобы эти проблемы оказались в приоритете. Если чего-то не хватает, можно оставить обращение, можно оставить предложение, можно оставить жалобу. У нас уже есть очень такие точные данные, и мы можем их отрабатывать местными исполнительными органами для решения этих задач. Нурсултан вновь вошел в желтую зону по коронавирусу. Здесь же находятся Западно-Казахстанская, Кустанайска, Алматинская, Павладарская и Североказахстанская области. Напомню, ранее Нурсултан перешел из красной зоны в зеленую. Вместе с тем, за прошедшие сутки в стране выявлено 739 новых случаев заболевания ковидом. Наибольший прирост наблюдается в городах Нурсултан и Алматы по 106,80 фактов. Следом идут Восточно-Казахстанская и Павладарская области. Данные по другим регионам вы видите на своих экранах. Отмечу, что всего в республике зарегистрировано больше 147 тысяч заболевших. Выздоровели 132 тысячи человек. Ситуация в Северном Казахстане, несмотря на то, что она перешла в желтую зону, все еще опасная. В шести населенных пунктах области ввели карантин. По информации государственного санитарного врача региона, в Весельском районе закрыли 4 села, а в районе имени Макжана Жумабаева карантин введен в райцентре и селе Таманское. Ограничения введены, чтобы сдержать вспышку заболеваемости. При этом блок-посты убрали в самом Петропавловске и пяти населенных пунктах региона. По словам санитарного врача, никакого ужесточения карантинных мер в регионе пока не планируется. Но в случае ухудшения ПИД-обстановки, локдаун будет вводить только в выходные дни, сказал санитарный врач. Между тем, пандемия привнесла в нашу жизнь и положительные изменения. Оказалось, что в коронакризис казахстанцы стали гораздо экономнее. К примеру, кустанайцы стали чаще откладывать деньги. Кстати, согласно статистике, кустанайцы входят в тройку самых бережливых жителей регионов вместе с повладарцами и актюбинцами. Наш корреспондент Айжан Утео расскажет, в какой валюте предпочитают хранить деньги кустанайцы и как им удается копить кризис. Экономнее и бережливее стали жители Кустанайской области в этом году. Лишние деньги они предпочитают хранить в 13 действующих филиалах банков второго уровня. По данным на конец ноября, общая депозитная база региона увеличилась по сравнению с прошлым годом на 11%, а за два года выросла на 22%. На счетах в банках региона накоплено 476 миллиардов тенге. Из них четвертая часть – это депозиты предприятий – 119,8 миллиардов тенге. Однако наибольшую часть составляют вклады населения – это 356 миллиардов тенге. Что касается структуры вкладов по видам валют, то стоит отметить, что наибольшее предпочтение отдается вкладам в национальной валюте тенге. Их доля в общем объеме составляет 78%. Кустанайцы накопили в национальной валюте 371 миллиард тенге. В иностранной на депозитах лежат 104 миллиарда. В Нацбанке говорят, что уровень долларизации депозитов постепенно снижается. Так, за последние два года он снизился до 22%, в то время как по республике показатель долларизации депозитных вкладов гораздо выше – 42%. Однако рядовые кустанайцы признаются, что копить в этом году стало гораздо сложнее и приходится во многом себе отказывать. Раньше в кафе ходили по праздникам, сейчас уже такого нет. Стараемся побольше дома сидеть. На чем нужно экономить? Не знаю, на каких-то, может быть, ненужных вещах и слишком важных. Лишняя одежда, лишние какие-то, может быть, там, ненужные покупки, как сигареты, алкоголь. Скорее всего, на каких-то вещах, наверное, больше всего. На чем еще экономить? Что касается времени размещения вкладов, то жители области выбирают долгосрочные депозиты из-за их более высокой доходности. Вклады на срок более одного года составляют 51% от общего количества депозитной базы. По сберегательной активности область занимает третью позицию среди регионов страны после Павлодарской и Актюбинской областей. Этот показатель рассчитывается без учета вкладов населения Нурсултана и Алматы. При этом бережливость кустанайцев отразилась и на темпах торговли в регионе. Предприниматели говорят, что люди неохотно расстаются со своими деньгами. Покупательская способность вообще практически на нуле сейчас в нашем магазине, в нашем городе. Допустим, конечно, люди стали бережно относиться к своим деньгам, не разбрасываются. Много, наверное, уходит все равно на питание, на продукт. Но если к нам приходит человек, то, конечно, он покупает. Сейчас реже и сто раз подумает, чтобы потратить, допустим, здесь деньги. Несмотря на Астральску, становится к накоплению. Доля депозитов области в общей сумме депозитов по стране достаточно скромная и составляет всего 3,6%. Эксперты связывают это с невысоким уровнем заработной плати в регионе. По итогам третьего квартала она составляет 170,5 тысяч тенге. На одного жителя региона в среднем приходится примерно 411 тысяч тенге, накопленных в банках. Джо Байден получил прививку от коронавируса в прямом эфире. 78-летний избранный президент попадает в возрастную категорию, которым вакцина показана в первую очередь. Однако публично он и его жена решили сделать это для того, чтобы продемонстрировать жителям США наличие вакцины и возможность получения ее в любой момент. Чуть позже чита Байдена получит и вторую дозу препаратов. Сообщается, что им ввели вакцину от Pfizer и BioNTech. Пользуясь случаем, в прямом эфире Джо Байден обратился к американцам. Не стоит забывать, что это только начало. Массовая вакцинация займет время. Но все американцы должны по-прежнему носить маски в период новогодних праздников и соблюдать социальную дистанцию. Не выезжайте без необходимости, воздерживайтесь от поездок. И к этому часу все. Всем хорошего вечера. Смотрите наши новости также в социальных сетях. Оставайтесь на канале от Weekend Business.